всем добренькое утречка хотя у нас она не добренькая зашли сегодня в сельку а там пожар в общем на втором этаже пожар всех попросили спуститься мы спустились конечно так в принципе огня не видно но сирена орет такое у нас утречка сейчас у нас сегодня ярмарка как обычно обход по магазинчикам фрукты и овощи всего по чуть-чуть ставит пошел на system и жара у нас опять жара 5 это у нас улица университета и 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 мы уже дома жара конечно невыносимая тем более мы оббегали кучу магазинов у нас сейчас тревога одно спасение вот этот мой любимый компотик я не знаю говорила вам не говорила мы как-то гуляли и проходили по одной улице там росло большое такое дерево и усеяно все было на земле яблочками причем хорош они не очень крупные но хорошие яблочки я собрала и теперь добавляю компотику у меня же ягоды я покупала теперь еще яблочки вообще супер в общем рассказываю вам что мы купили ну бегали конечно везде смотрели где дешевле ну а как иначе значит мы зашли опять в сельпо вот пожар уже потушили сельпо уже работает но там пожар оказывается был на втором этаже там я не знаю что там находится в общем короче говоря там был очаг в общем все нормально значит сегодня в сельпо цена дня и я купила но не хочу раскрывать в двух пакетах потому что рассол просачивается норвежская селёдочка она обычно у нас по 210 гривен килограмм сегодня было по 150 149 90 150 гривен килограмм в общем я купила думаю на ужин то что доктор прописал общем я обожаю селёдочку но наверно многие любят рыбку дальше что вы купили ну купили как обычно творожную массу сырковая масса с изюмчиком купили славик обожает я не знаю посмотрите какая прелесть по 50 гривен вот такие вот помидоры у нас их называют бычье сердце здесь их называют воловье сердце но одно и то же украинский русский вот этот помидор славику дали на пробу попробуй какие вкусные то этот мужчина который мы всегда у него все покупаем овощи у него дешевле кстати всегда все я у него ягоды покупала на зиму он попробуй на славе говорит я такие рожевые но он не люблю вот попробуй тебе понравится ну в общем вот такой еще помидор дальше подошли покупали я покупала огурцы кстати огурцы уже по 20 гривен килограмм но так как они у нас долго не не держат мы берем понемножку но такие вот огурчики по 20 гривен килограмм я взяла такие вот огурчики ну вот это вот у меня на 6 гривен но мне их вот так хватит и у них был сельдерей 150 гривен килограмм славит ну почему так дорого все-таки лето сейчас сезон так дорого ну вот такая цена пошли дальше пошли дальше и вот это вот мы купили за 30 гривен два вот таких огромных гляньте тут сколько зелени это все пойдет в дело и корни вот так так что вы еще купили так в еву заскочила в еву купила свои любимые зево платочки я их обожаю они великолепны и еще рассказываю идем идем по рынку везде торгуют кукурузой и тут славик говорит нет надо взять еще хотя мы все кукурузу в этом году покупать не будем потому что уже как бы она переспела уже все не будем покупать кукурузу видел нет купим еще два початка кукурузы я еще по одному рецепту хочу попробовать приготовить или ну хорошо в общем купили по 10 гривен за килограмм купили две кукурузки ну не знаю не открывала посмотрим какие так что еще я сказала масло сливочное купили это для кукурузки надо вот купил славик два свиных сошейка стейка так вот чтобы купили купили мы еще два таких пирожка со шпинатом и с телятиной этого ты же наконец-то вот и вы появились грибы долго везде ходили в сельпо 150 гривен килограмм грибов но это с ума сойти можно но в сельпо 110 дешевле но хорошие такие свеженькие хорошие грибы потому что славик любит когда я готовлю супчик овощной и там чтобы было много . ну и наконец-то мы нашли уже правда его т.б. появилась но сколько мы ходили я люблю очень персик инжирный нигде не было и мы нашли его в новосе в общем мой любимый персик обожаю сочный косточка маленькая ну класс а вот еще купили бутылочку водички я не знаю сколько мы потратили потому что тратили в разных местах вот сколько получилось я уже не знаю ну сколько потратили столько и потратили но вот это наши все покупки нагулялись набегались там ничего не снимала на рынке потому что уже в руках были сумки у славика тоже у меня и как бы ну чем было некомфортно а тут еще потом тревога и общем бегом бегом в общем у нас так начался утро началось у нас с этого с пожара в сельпо а закончилась тревогой но тревога по моему до сих пор глоточек сделай жарко это ужас надо идти сейчас полностью обливаться если мне компотик холодный вообще не знаю что было бы вот так что вот такой вот у нас сегодняшняя утречка пробежались прогулялись ну и не знаю наверное чуть попозже славочка покажет вам свой новый но он не его конечно рецептом взял тоже с интернета я кстати уже видела многие так готовили но готовили то готовили а интересно приготовить и самому попробовать понравится не понравится это же такое дело у каждого вкус разный кто-то говорит ой как вкусно а кто-то кушает и говорит фе я больше такого кушать не буду ну в общем как мы как бы мы попробуем что это как это мне даже интересно ее открыть не знаю такая вот кукурузка ногтики мои новенькие сделала такая кукурузка ну попробуем попробуем вроде бы как ничего дешевле 10 гривен никто не продавал мы так прошлись по ярмарке были 12 один парень выставил по 10 которая уже такая там то ли червивая то ли надломленная ну в общем был 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 вот поэтому как то так а это тоже семья торгует у них очень много своей зелени они сами выращивают нет не все покупают на опте но они торгуют зеленью круглый год и у них как-то вот по ценам более-менее они вот сейчас они перешли не на вес а на пучки все пучками укроп пучками в общем абсолютно вся зелень вся на пучки остальная гвардия остальные торговцы торгуют всю зелень на вес все на и чеснок сегодня смотрела я по 100 и по 130 по моему килограмм но он какой-то сухой у нее такое впечатление что он как не не этого года ну в общем мы не взяли я люблю когда чеснок такой вот чтобы он свежий хороший был ну это такое в общем все вам показала все вам рассказала на этом буду заканчивать следующее видео я вам покажу может быть она будет очень коротенько но вам покажу как славик будет готовить кукурузу на этом заканчиваю всем хорошего дня всем хорошего настроения сегодня у нас праздник всех поздравляю с праздником добра